В областном Акимате прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции. По статистике, сфера образования – одна из самых коррумпированных. По числу уголовных правонарушений постоянно входит в тройку лидеров. С 2020 года в Республике по уголовным делам в этой сфере наказания понесли 143 лица. Учитывая системность совершаемых преступлений, агентство совместно с Министерством просвещения провело анализ коррупционных рисков. В скрытой разложена вся схема хищения государственных средств от этапа планирования до растраты и присвоения. Основной акцент сделан на фонд оплаты труда, куда направляется почти 80% всего бюджета области на образование. При проведении анализа установлен факт хищения бюджетных денег бухгалтерам детского ясли сада Акжарского района. 34 миллиона тенге были перечислены на собственный банковский счет бухгалтера. Также было установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка должностными лицами отдела образования района Макжана Жумабаева на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч тенге. Помимо этого выявили факт хищения бюджетных денег на 54 миллиона тенге бухгалтерам районного отдела образования. Зарплаты перечислялись с мертвым душем. В настоящее время на скамье подсудимых экс-руководитель районного отдела образования Североказахстанской области Рамазаново, которая за взятку в сумме 650 тысяч тенге пыталась уладить вопрос сотрудниками госаудита. Собственно, эта сумма не из кошелька чиновницы, а средства, похищенные из государственного бюджета. В сфере образования со стороны государства уделяется особое внимание. Именно поэтому важно на корню пресекать коррупционные преступления. С департаментом проведена большая аналитическая работа по выделению коррупционных рисков в сфере средних дошкольного образования, части планирования и освоения бюджетных средств. Ежегодно на сферу образования в области приходится треть всего бюджета. То есть в этом году 138 миллиардов тенге. Бюджет утвержденный был 425 миллиардов. Пожалуйста. За счет этих средств производится оплата труда, обновляется материально-техническая база, производство, ремонт, организация образования. За счет этих средств в нынешнем году проводится ремонт 49 объектов образования на 4,3 миллиарда тенге. Появятся в регионе и новые школы. Две из них в Таиншинском районе. В Петропавловске начато строительство коррекционной школы-интерната на 300 мест. Помимо этого, с 1 сентября для учащихся с 1 по 4 классы будет организовано бесплатное горячее питание. На эти цели из казны выделили 2,5 миллиарда тенге. Область входит в пятерку лучших регионов республики. Ежегодно растет средний балл. Единое национальное тестирование. Если в 2020 году было 69, в 2021 – 74, в 2022 – 74,9, в этом году – 78,2. И последние годы занимает первое место среди районов в Алиханском районе. Несмотря на всю проводимую работу, коррупционные преступления имеют место быть. Глава региона отметил, что виной тому – недоработки со стороны управления образованием. По итогам анализа получается выделено 20 коррупционных рисков, дано 34 рекомендации. Из них 18 на местном уровне мы должны решить. В том числе выявлено 5 фактов хищения денег и средств на сумму порядка 87 миллионов тенге. Чтобы такого не допустить впредь, Аким области дав ряд поручений. Проработает вопрос внедрения облачной бухгалтерии для государственных дошкольных организаций срок до 20 августа текущего года. Совместно с Акимовым районом и городом Петропавловска провести проверку тарификационных списков педагогов на предмет соответствия неправомерных доплат за период с 16 по 20 годы. Срок до 1 октября. Акимов район и города Петропавловска руководителям управления обеспечит строгое соблюдение антикоррупционных законодательств, в том числе под ведомственным учреждением.